Конечно, все спокойно, в углу у Феликса Лама. Ну, я не думаю, что у него есть задача, вот, зацепил вроде противника Риболью, после чего оказался на полу. Не донес немножко удар до цели и хотел повторить Феликс Лам, правильно, сдвоенная, двойка, извините за тавтологию. Но немножко не по цели. Чуть-чуть разбросан Феликс Лам. Ничего так в своих ударах. Но, в принципе, и таких действий должно хватать, для того, чтобы закончить их досрочно, досрочно этот бой, если в количественном отношении прибавить. Ведь сил-то не в проворот. 22 года, парни. Ну, рассматривая это как спарринг без шлема и без защиты. Потому что, ну, ясно, что ждать опасности от противника бессмысленно. Все было ясно уже по первому раунду. И для него, и для тренерского штаба. Ну, вот, как это часто бывает в Германии, зачем-то ребята себя берегут, в том числе и молодые. Поэтому, получается, это не очень зрелищно. Вернее, зрелищной концовки не получается. Перефразирую сам себя. Очень сумбурно действует Элой Рибольо. Пытается отрезать от пространства лама, но выглядит это достаточно комично. А вот то, что лам не реагирует на вот эти широкие шаги противника, когда тот убирает перчатки от головы. Вот это оставляет не самое приятное впечатление. Ну, с другой стороны, знаете, бывает так, что, когда ты полностью раскусил противника, когда понимаешь, что не составит тебе проблем с ним справиться, вроде и не хочется этого делать. Вот так, по-настоящему. Да, есть бойцы с инстинктом убийцы, которым все равно, кто против них. Они постараются за первую минуту смять любого противника. А есть такие, которые, чем сильнее оппозиция, тем лучше они выступают. Тем больше из себя достают, заставляют себя работать. А с более слабыми расслабляются. Когда бьет снизу и по корпусу, ладно, слишком уж размах у него велик. Руку выносит назад слишком далеко, на мой взгляд, и открыто настаётся. Ну что ж, так и доведёт дело до ещё одной победы, видимо, по очкам. Хотя впереди ещё достаточно много, половина этого поединка. Вот что-то желание увеличивать темп не видно у Феликса Лама. Интересно, что первый свой бой на профессиональном ринге провёл он в далёкой Австралии. И только в этом году дебютировал на рингах Германии. Родной для себя. Что там нащупывает Лам, не очень понятно. Ну вот, дистанцию должен уже давно нащупать. И посмотрите, приходит к нему соперник на его дистанцию удар сам. Вот, ну подключи ты левый прямой. Почему-то этого не делает. Ладно. Ведь проходили в разрез точно такие же удары в первом раунде. Это хочет начать по корпусу. Но наконец-то попал боковым. Несколько раз опучивал голову противника. Теперь попал. Решил всё-таки непрямыми действовать. И в нокдауне оказался Рибольев. В принципе, сейчас можно всё закончить. Опять-таки было пожелание. Серия ударов. Рибольев на полу. Поднимается. Ножки уже не очень хорошо слушаются. Готов продолжать. Ну, в принципе, рефери может сейчас и вмешаться. Да, вылетает полотенце не белое, а чёрное. Вот так вот Феликс Лаум одерживает первую победу досрочную. Против соперника, который, возможно, выступал в классе двум предыдущим. И вообще есть более меньшего. Весового дивизиона, который начал свою профессиональную карьеру в 30 лет. Назвать это карьерой у меня как язык повернулся. Ну, что можно сказать о Ламе? Нужно работать всё-таки над чёткостью, над движением и больше ударов за раунд. Больше действий. Ведь может, парень? Может... Ну, может быть, и всё это и придёт ещё. Давайте посмотрим. Решил обниматься с противником Риболь, за что и был наказан правым боковым. А здесь апперкот вскользь. Здесь ещё и правый боковой где-то в районе уха. Но, видимо, не отошёл от первого нокдауна. Ну, и здесь, я думаю, добил бы без труда противника за минуту и 20 секунд с лишним Феликс Лам. Итак, одерживает он победу нокаутом в четвёртом раунде. Напомню, представитель высовой категории до 63,5 килограммов. Ну, естественно, прорваться на вершину в этой категории будет. Ох, как сложно. Тут подобрались очень серьёзные ребята. Он, может быть, в ближайшие пять лет не будет к этому стремиться Феликс Лам, а будет набивать послужной список. А пока-пока поздравляем его с победой.